Битва на Алтае Максим Борисов, друзья, приветствую вас. Добрый день. Ну что, Петр, давайте, наверное, поговорим с вами, да, начнем беседу с вами. Вы директор очень такой крупной и интересной компании, интересной и для наших телезрителей. А давайте познакомимся с такой профессией, как промоутер. То есть, что это и для чего? Хорошо, у меня вопрос. Ну, для начала хотелось бы поздравить всех наших телезрителей с наступающим праздником, с Новым годом. Пожелать удачи, счастья и всех благ, как говорится. Профессия промоутер, она как бы в себе заключает множество видов деятельности. По сути, это в основном продвижение боксеров по карьерной лестнице, организация турниров, привлечение средств для осуществления этих турниров и также для боксеров, чтобы они могли принимать участие в рейтинговых поединках и так далее. Также это очень много медийных моментов. Разработка всей стратегии, как будет выглядеть турнир определения главного боя, как все это будет происходить и работать. Как бы она такая, там много деятельностей. Начиная от матчмейкинга, заканчивая менеджментом. То есть, здесь поле деятельности очень широкое. Плюс общение со спонсорами, с рекламодателями, с рекламными компаниями. Также привлекать, заинтересовывать. Также это общение с органами власти, с администрацией, со всеми. То есть, ну, как бы, в принципе, вкратце только так могу это рассказать. Но это у нас займет просто очень много времени, если мы будем дальше это все развивать и раскачивать. Расскажите, как профессиональный бокс появился на Алтае. Насколько я знаю, все началось именно с вас и еще ваш отец. Да, да, это еще началось с отца. Ну, не как мотивация. Он был вице-президентом Федерации профессионального бокса России. И важно подметить, что турниры по профессиональному боксу, одни из первых, проходили в Барнауле. Самый первый был в 90-м году, потом в 94-м, 97-м и 98-м, по-моему. То есть, здесь даже дрались такие боксеры, как Сергей Кобозев, Андрей Шкаликов. То есть, у нас Барнаул, в принципе, как-то еще с начала 90-х уже как бы... Боксерский город. Да, боксерский город профессиональный, да. Он это делал, ему нравилось. Он стоял у истоков создания Федерации бокса России вместе с Виктором Петровичем Агеевым. Ну, а я когда еще просто маленький был, там, да, турниры эти смотрел и сижу, думаю, ну, может быть, не вот так вот. Я бы так сделал, так бы сделал, там, да. Ну, как-то у себя мысли уже какие-то в голове еще с детства у меня закрались. Такие желания, чтобы, ну, такие турниры организовывать и все остальное. Мне это очень нравилось и интересно было. Еще в детстве все это как-то проигрывал, все эти моменты. Думаю, тут лучше бы на выходы другую музыку поставить. Ну, там раньше они по-другому выглядели. Не было ни боксрека, ни интернета. То есть это выглядело так. Он с кем тренировался там в сборной. Звонил в Киргизию, там, приедет какой-нибудь чемпион там Европы, к примеру. А у нас парень кандидат мастера спорта. И получается бой как бы. Ну, у нас только в 97-м году наш выигрывать начали по профи в Барнегуле. А так приезжали международники, все остальные с 90-х. Там сильные СССРовские боксеры были. Так что у нас тоже много еще с 90-х годов профессионалов. В 97-м году также в Москву ездили у нас. Дмитрий Нумов боксировал на Короне Экстра, когда Дон Кинг вкладывал деньги в Москву. Проводили турниры. И Дмитрий Нумов у нас двух американцев выиграл. Очень сильных причем. Там как бы не спрашивали, с кем я буду там боксировать или еще как-то. Он выходил и выигрывал просто. У нас сейчас судья сбоку судит. А потом из-за травмы руки у него дальнейшая карьера не сложилась по профи. А так два очень таких перспективных американских боксеров в тяжелом весе. Он их выиграл без проблем. А потом я уже с 2006 года получил лицензию от Агеева, от Виктора Петровича. И начал проводить турниры там различные. Да, основательно уже. Первый турнир это тоже было интересно. Конечно, ничего не знали. Там в организации как бы такие. Ну, все на собственном опыте. Все ошибки выяснялись. И уже после этого уже с этой деятельностью складываются какие-то связи уже с другими промоутерами. с Екатеринбургом, с Москвой. Там отношения с Германом Титовым мы общаемся. Очень хорошо. РМК боксинг. И, ну, в таком ключе столько лет. И за эти года уже образовался какой-то опыт. Ну, не какой-то, а такой достаточно серьезный. И мы как бы выбрали регион, получается, сибирский. Мы хотим развивать бокс в Сибири профессиональный. Потому что здесь очень много талантливых и перспективных ребят. Которые могут показать себя, реально показать на мировой арене. Так и в ходе нашей деятельности такие уже были моменты. У нас и Юрий Кашинский был. Он уже два раза за титул чемпиона мира дрался. То есть мы совместно с Германом его ставили туда. Ну, вот такая деятельность. Сейчас уже 52-й турнир по счету для нас, для нашей компании. Да, 52-й турнир. А можете провести такую легкую параллель? Какой был первый турнир? И вот последняя битва на Алтае. Что бы вы изменили в первом турнире? Что бы вы хотели бы, может быть, добавить? Уже столько лет прошло, да? Уже, наверное, все равно поосмыслили. Вот здесь бы я сделал бы так все-таки. А тут изменить. Ну, с первого турнира я бы, конечно, добавил более организованный, что ли. То есть не забыть увезти боксеров куда-то и питание получше сделать. Более четко я все сделал бы на самом деле. Хотя, в принципе, по боксу, по боям у нас всегда бои складывались. Такого не было, что у нас вышли все, наши все выиграли. Всех вообще такого не бывало никогда, в принципе. У нас все бои конкурентные. И мы стараемся упор делать именно на конкурентные бои, чтобы это выглядело зрелищно и максимально интересно. Если мы не будем делать интересный бокс, зачем это? Кому это нужно? Кто его будет смотреть? Кому мы нужны? Те же генеральные партнеры, которые деньги вкладывают, они же, если будут бои нехорошие, их же не посмотрят. Они не увидят, и так же не увидят их рекламу, и их деньги попадут просто куда-то в воздух. Вот и все, в принципе. Максим, давай с тобой пообщаемся. Ты был дебютантом битвы на Алтае. Давай немножко перемещемся на несколько лет назад. Расскажи, как ты вообще попал в бокс, и почему выбрал именно этот вид спорта? Ну, я раньше занимался борьбой игроимской. Ну, не сложилось как-то, не получилось. Ну, и все, потом ушел из спорта. Долгое время не занимался. Ну, все равно... Тело требовало спорта, да? Тело требовало, да, спорта. Все, и пошел в бокс, попробовать себя. Сразу с первых дней меня заметили, что получаться начало. Не пропускал тренировки, выкладывался на максимум. Все, там, первые соревнования выиграл. Ну, и так пошло, пошло. Участвовал там на Сибири, вошел в призеры. Получил разряд кандидата в мастера спорта в этом году. Ну, и многие еще там соревнования были. Сколько сейчас ты боев уже провел? Ну, если считаешь количество. Ну, больше 30. И процент побед больше? Конечно, больше. Хорошо. Мы еще вернемся к тебе, Макс, с таким вопросом. Как ты готовился к турниру Битвы на Алтае? И как проходила тренировочная, да, так сказать, сессия, да, в кавычку? Петр, расскажите, как турнир Битвы на Алтае у нас организовывался? С чего все началось? Как выбирались бойцы, пары? И вот вся вот эта медийная тема? Хорошо, это интересно, да, я думаю. Ну, первое, с чего началось, это мы определились с генеральным партнером. По финансам. И хотелось бы даже выразить очень большую признательность ему и в понимании, и во всем. Это компания «Энергия» в лице Малого Владислава и Юрия Самоходкина из города Барново. Без них бы этого чудесного турнира не получилось бы никогда. В принципе, на самом деле, это самая первая позиция по выбору. Далее я определился с главным боем. Это Василий Штык и Артыш Лапсан. Объясню, почему. В мае этого года, до 2022 года, у них был первый поединок в Москве. В ходе которого Вася, в принципе, Штык выигрывал. Но Лапсан, он такой боксер интересный, он очень, у него есть такое свойство, он очень сильно держит удар. То есть, практически, пробить его нереально по голове. И, в принципе, используя боксерский термин, у Василия кончился бензин в восьмом раунде. И в девятом он ему проиграл технический нокаут, но по большому счету он просто устал с ним боксировать. Ну, нереально с ним боксировать, в принципе. Как сказать, это надо хитрее быть, что ли. Вася, он маленько прямолинейный, мягко говоря. Он прямо идет, и все. Надо подумать, просто по корпусу поработать. А он на голове у него сидел, и сидел весь бой. Ну, смысл, он просто энергию растратил и проиграл. И поэтому мы пришли к выводу, что будет очень интересно. И тут как бы так стечение обстоятельств сложилось, что у нас от промоутерской компании «Русь» в лице Григория Дрозда появилось предложение провести здесь, в Барнулии, совместный турнир. Потому что Григорий Дрозд, он тоже из Сибири, он узбассовский. У него тоже у нас интересы по Сибири сходятся. И как бы есть такое желание дальше совместно проводить и турниры организовать и развивать все-таки бокс именно здесь, в Сибири. Потому что в Москве там и так всех хватает. И Москва, и Екатеринбург. Там много. Да, там много ребят. А у нас здесь хорошие материалы, как говорится. Вот. Поэтому этот бой в принципе подходил для трансляции по Матч ТВ. Ну, не в принципе, а 100% подходил. Было интересно, интерес к бою. Мы решили его развить. С помощью медийного всех этих вещаний. И нулевой раунд сделали для этого, чтобы в целях раскачки боя. Ну, а потом у нас произошла неприятность с Матч ТВ. По техническим причинам они не смогли нам дать эфир. Вследствие этого у нас промоутеру Лапсана это стало неинтересно. Он у нас как говорится отказался от боя. Потому что ему нужен был матч. Видать, это уже как бы не знаю, они, наверное, в Казани там по-другому. Я поэтому говорю, мы в Сибири люди другие. Мы сказали, сказали, сделали. Да, мы сказали, сделали. А им там матч неинтересен. Ничего, потому что какие-то притворные моменты. Ну, это в принципе уже дело десятое. Но когда ты делаешь главный бой, у тебя всегда в запасе есть еще на такой случае всегда есть варианты для бойцов, подходящие для этого. Можно, да, взять там в течение недели любого другого боксера. Но это будет несопоставимо по уровню. А у нас как бы есть такая политика, чтобы делать бои все, чтобы они хотя бы имели шанс 50 на 50. Поэтому у нас анализ мопапа был у меня в запасе в голове. Ну, я прозвонил там, он у меня в запасе и был в принципе. По большому счету, чтобы на случай срыва, как будто же всегда бывает, бокс-то такой вид спорта, что один руку сломал. Допустим, должен был быть Воробьев, Воробьев за 4 дня до боя заболел гнойной ангиной. Там справки, все это как бы с Лапсаном он должен был драться. Вот. Поэтому, чтобы не было такого, что у нас не состоялся главный бой и Василий Штык не вышел, этого быть не может просто. Мы делаем замену равнозначную потери. Ну, конечно, это маленько неравнозначно, но по смыслу, но по качеству мне кажется даже превзошло все ожидания. Потому что с Лапсаном бой мог сложиться совсем по-другому в принципе. Не просчитывая позиции. Ну, это замена, которая вызвала очень хороший интерес. Да, достойно. Я знаю, что он, кстати, вот Мопапа, он очень недооцененный боксер у нас в России. Ему, вот у него есть там процент поражений, но у него реально проигранных боев всего, наверное, один, на мой взгляд. Остальные просто ему не отдают. Или рефери мешает боксировать. Братьев Антонянов же он же был? Ну, да. Ну, я не так, просто отголоска к прошлому. Антонян, он с двумя братьями же боксировал. да, да. Володи выиграл или он, он проиграл. Ну, проиграл тоже там как-то. На самом деле скользко было. Да, проиграл, ну, проиграл и проиграл, в принципе. Можно сделать матч-реванш. Макс, свое будущее в боксе каким видишь? Что хочешь добиться? Идти дальше? Ну, участвовать еще в любительском спорте, чтобы опыта нарабатывать, опыт. мастера спорта выполнить разряд мастера спорта. И будет приложение и с удовольствием в профессиональном боксе выступать. Насколько сложно из любительского переходить в профессиональный? Ну, я не знаю, может, кто долго в любительском занимается и тем тяжело. Я не сильно много занимался в любительском и у меня наоборот техники не прям сказать много, но у меня есть характер, сила и мне, мне кажется, даже легче было там выступать в профессиональном ринге. Ну, я здесь соглашусь с Максимом, потому что на самом деле долго в любительском боксе, если человек долго боксирует в любителях, ему потом сложнее адаптироваться в профессионалах, потому что, по сути, это два разных вида спорта. Они смежные, но они разные абсолютно. Перчатки другие, раунды, количество, другое, все другое абсолютно. Ответственность. Ответственность больше, да, потому что за собой надо следить за здоровьем и все, это уже твоя профессия, то есть можно рассматривать как любительский бокс, это как университет, профессиональный бокс это уже твоя профессия, это работа. Здесь ты на работу выходишь, работаешь и зарабатываешь, и ты этим живешь. Здесь не так все просто. Поэтому и переход, когда ты не очень большое количество в любителях, да, там, кандидат, мастер, самый топ переходить. Как правило, уже как и практика показывает и все остальное, что хороший любитель это не факт, что это хороший профессионал. Как бы здесь все сказано, они все любительские чемпионы, чемпионы мира по профессионалу. И история тому пример и яркое доказательство. Ну что, спасибо за беседу, я надеюсь, мы с вами еще здесь встретимся, будем делать анонс следующего турнира битвы на Алтаве. Мы тоже на это надеемся. Но на этом наше время большому сожалению подошло к концу. Занимайтесь боксом и ведите здоровый образ жизни.